В Киеве открылся так называемый объединительный собор. Он проходит в храме Святой Софии по инициативе президента Петра Порошенко и константинопольского патриарха Варфоломея. Участники планируют провозгласить независимость новой украинской церкви, избрать предстоятеля и утвердить устав. Каноническая украинская православная церковь заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии. Более 50 архиереев вернули приглашение на собор. В РПЦ действия в Константинополе назвали расколом, а все происходящее сейчас в Киеве, цитата, трагифарсом. По словам главы синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви и СМИ, Владимира Легойда и украинская власть свезла в Киев бюджетников для поддержки этого так называемого собора. И никакой законной силы решения этого собрания иметь не могут. Нельзя назвать собором, естественно, так называемый объединительный собор. Мы прекрасно помним, что Константинопольский церковь Варфоломей обещал, помимо прочего, решить проблему раскола, то есть объединить все религиозные организации Украины. На Украине существует одна каноническая церковь, украинская православная церковь, епископы которой многократно говорили о непризнании действий Константинополя на Украине. Назывались разные цифры о том, якобы сколько епископов Украинской церкви придут на так называемый объединительный собор. Но сейчас нет ни одного подтверждения, что кто-то пришел из епископов Украинской церкви. Поэтому это собрание двух неканонических структур, которое не будет иметь никаких канонических последствий. Никакого смысла церковного, религиозного, евангельского в этом собрании нет. И вот как происходящее в Киеве комментирует глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков. Это все в реальности описывают те действительные намерения украинских властей, которые связаны с отъемом церквей, храмов, с принуждением священника и епископата, с устрашением. Это все ложится в контекст их общей такой тенденции нарушения прав верующих, прав своих же граждан. И, конечно, все это очень больно и очень трагично, но мы верим в то, что каноническое православие на Украине будет только укрепляться.